Беднейший по немецким меркам медвежий угол на окраине страны. Уехавшая молодежь, безработица, запустение. Все это радуется Аксель Фокт, бургомистр городка Любмин. Теперь уже не скажешь о его жителях, разве что о соседних деревнях. Семь лет в Любмин из России течет много газа и денег. От Северного потока-2 мы пока не получаем налогов. Это еще, как видите, стройка. Но за счет поступления от Северного потока-1 и других фирм, среди которых теперь российские инвесторы, мы без помощи. Бюджеты ремонтируем свои улицы, стадион, развиваем школы, детские сады, помогаем общественным объединениям. На другом конце стройки со сметой в 10 миллиардов евро. В окрестных селах Ленинградской области не то, что школ и стадионов, а той самой газификации в 2019-м нет. Крохотному Любмину Нордстрим-2 лишь налогов даст полтора миллиона евро в год. Манна небесная. Как курортный поселок затмевает свежим лоском соседние, так задевает вся Германия, обделенную этим газом, восточную Европу. Вот он, тот самый участок, где прямо из-под Балтийского побережья, через специальные микротуннели, российский газопровод вынырнет наружу Германии. Тут уже вовсю идет сооружение приемной станции для российского газа. Вот эти крупные вентили предусмотрены для аварийных ситуаций, если при прокачке газа что-то пойдет не так. Дальше сооружается специальная установка для фильтрации газа. Эта стройка идет с опережающими темпами. Уже в конце года ее, несмотря на политические бури вокруг, рассчитывают завершить. Бури приходят сюда отовсюду, но в последние месяцы ветер западный, порывистый. Мы не можем гарантировать защиту Запада, если наши союзники впадают во все большую зависимость от России. Если Германия будет и впредь упорствовать со строительством Северного потока-2, то немецкая экономика, как говорил еще президент Трамп, может стать буквально заложницей России. Для крупнейшей экономики Европы просто неприемлемо игнорировать и дальше угрозу российской агрессии, пренебрегая таким образом собственной и нашей общей безопасностью. Газовым проектом ФРГ с России и с СССР администрация США противилась всегда, но еще никогда. Тон не был таким приказным, как вчера, на юбилее НАТО. Приказ Берлину от вице-президента Пенса уже подкреплен в американском конгрессе законопроектом с заботливым названием «О европейской энергобезопасности». О борьбе с российским газом там прямым текстом на нее отведут миллиард долларов. Но куда уязвимее для «Нордстрима-2» точные санкции против компаний-подрядчиков. Каждая из них — черные метки с прямыми угрозами. Еще зимой разослал лично посол США в Германии Ричард Гренелл. Мы принципиально не комментируем чьи-то политические реплики вроде угрозы санкций. То, что видим мы, — это абсолютная поддержка в осуществлении проекта, как со стороны подрядчиков, так и со стороны инвесторов. Но вот что для тех и других на кону. На плавучей стройке, где укладывают эти трубы, один день внепланового простоя — миллион евро. Незаменимым для «Газпрома» флотом владеет швейцарская фирма «Олсис». У нее, разумеется, есть и свои интересы в водах Америки. Лишь одно штормовое предупреждение о санкциях из Вашингтона. И на палубе этой семь раз подумают, прежде чем отрезать пути отступления. Полагаю, американцы размышляют сейчас, задействует ли им этот рычаг. Хотят ли они продавить свои газовые интересы ценой крайне бурной политической реакции со стороны Европы. Действуют все-таки принятые договоренности, раз проект «Нордстрим-2» политический. Так что пока с введением санкций США медлят. Введут или нет, зависит, чего уж скрывать. От погоды не на Балтийском, а на Северном море. Сюда во всех отношениях любой ценой должен прийти американский сжиженный газ. Его при всех уступках от Берлина, технических и политических, все равно нет. Слишком дорого. Но есть почти подарок от России. Две ветки по дну Балтики длиною в 1200 километров. За полгода проложено свыше третьей маршрута. Высокая скорость, ставки и риск. Эта стройка возможна только пока. Пока Вашингтон не перешел от слов к делу. Пока у власти ФРГ шаткая коалиция с социал-демократами. Пока хромую утку Меркель не сменила преемница Крамп Каренбауэр. Для которой «Нордстрим-2» цитата «точно не любимая затея». Пока, наконец, Еврокомиссию осенью не возглавит Манфред Вебер, обещавший на днях пустить в воду концы этой трубы. Работы на немецкой стороне почти завершены. Последствий ни для природы, ни для пляжа городка Любмин, прямо под которым проложены эти трубы, не видно, это ли не идеальное место для победных реляций о газовой дружбе между Москвой и Берлином, давлению США и Украины вопреки. Однако трудности здесь буквально на горизонте. К ключевому участку, рядом с берегом острова Борнхольм, принадлежащим Дании, он вон в той стороне. Строители до сих пор не подступились. Копенгаген не дает добро. И он на этой карте газовых баталий – последний очаг сопротивления. В 2017-м в стране приняли новый закон, позволивший налагать вето на трубопроводы, угрожающие ее безопасности. Построить «Нордстрим-2», как планировалось, вплотную к побережью Дании, уже не выйдет. Так, в проекте появился 30-километровый крюк. Очередная заявка отсюда ушла в Копенгаген. Маршрут нашей второй заявки уже не проходит через территориальные воды Дании. Это совершенно новый, альтернативный маршрут. Там мы проходим лишь исключительную экономическую зону Дании. На эту территорию распространяется только международное морское право. В ответ на это на другом берегу долго молчали, пока в марте датчане не потребовали проведения новой экологической экспертизы. Раз маршрут поменяли, сколько займет ее рассмотрение, RTVI поинтересовался в датском агентстве по энергетике. Ответ – ни эти сроки неизвестны, ни принятых на сей счет норм в Дании нет. Расшевелить соседей пытается главный бенефициар трубы – Берлин. Взявшись за «Северный поток-2», Германия в глазах Европы выполняет бесславную роль. Мы разозлили наших партнеров, а могли этого избежать, если бы быстрее, скажем, освоили сжиженный газ и возобновляемую энергетику. Однако ровно это теперь могло бы стать нашим встречным предложением датчанам. В возобновляемой энергетике они продвинулись куда дальше немцев. Мы можем предложить им совместные проекты. Как скорее сообща перейти на возобновляемые источники, постепенно снижая зависимость от газа? Чем отчаяннее сопротивление снаружи, тем очевиднее в Германии из адвоката Нордстрима она стала его торговым агентом. Выставлять на торги за доступ к дешевому газу можно все, что угодно. К примеру, тысяч юных избирателей, недовольных интернет-реформой авторского права в ЕС. Митингующим невдомек, но авторитетный франкфуртер Альгемайна уже известно. Они – разменная монета. На непопулярные ограничения в интернете в ведомстве канцлера под давлением Парижа согласились за обещание Франции не чинить препятствий Нордстриму-2. И вот в итоге для Берлина желанный компромисс в энергетической директиве ЕС. В четверг изменения в ней утвердил Европарламент. Вопросы остаются, однако решающий снят. Контроль за Северным потоком-2 Евросоюз отчасти получит, но ключ к трубе на месте здесь, в немецкой Балтике, останется все равно у Германии. В ту ночь, когда Макрон дал понять, что Франция пересмотрит свое отношение к Северному потоку-2, Меркель полночи провела о звонках между Берлином и Парижем. Она подключила к этому и президента страны Штайнмайера, очень близкого друга Герхарда Шрёдера, его протеже. Мы видим, какие политики-тяжеловесы обслуживают интересы России и Газпрома в Европе. Датский журналист Йенс Хёвгард провел годы, изучая лоббистскую деятельность человека, без которого, уверен наш собеседник, уже первый Северный поток был бы невозможен. Россия, пишет Хёвгард, в своей новой книге купила не просто Шрёдера, а доступ к влиятельным европейским социал-демократам. Экс-канцлер навещал, обзванивал бывших глав Швеции и Финляндии. Где не помогали связи, в ход шли деньги. На острове Готланд, к примеру, университету, в котором против газопровода выступал местный профессор-эколог. Из-за тревог за ареал морских уток Нордстрим перевел 900 тысяч евро на исследование тех самых птиц под руководством профессора. Но сильнее всех уже тогда упрямились в Дании. В июне 2006-го датский энергоконцерн Донк Энерджи заключает договор с Газпромом на 20 лет. Это тем более примечательно, что никогда прежде Дания не получала российский газ. Однако вступить в силу договор мог лишь в том случае, если Дания разрешит положить в своих водах Нордстрим-1. Позже выяснится, что платила Дания куда большую цену за кубометр, чем немцы или голландцы. Зато для датчанина Курта Блигарда Петерсена, который и добился договора с Донк Энерджи, все обошлось наилучшим образом. Он получил руководящие посты в дочерних структурах Газпрома в Европе. Вот он, по-прежнему, топ-менеджер в Газпроме. Его преемники в Дании спустя 10 лет уже не набивают себе цену, а под пристальной опекой США выигрывают время. Намеченная дата ввода в строй Нордстрима-2, 31 декабря, совпадает с окончанием договора о транзите газа для Киева, ради отказа от которого Москва и затевала стройку века. Промедление на ней на пару лет это заплатка для нищего бюджета Украины. Через нее, в отсутствие Нордстрима-2, Газпрому придется и впредь качать газ куда в больших объемах, чем хотелось бы. Впрочем, пока что Москва и Киев, кто бы не стал там будущим президентом, на непримиримых позициях. Я пока не вижу вообще никакого поля для компромисса. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, у украинского руководства отсутствует понимание последствий. Потому что если мы действительно доживем до и возникнет газовый кризис, такой же, как был в 2009 году, это будет гораздо худшая ситуация, нежели было в 2009, потому что на сегодняшний день украинская ГТС не готова. Это может создать условия для гуманитарной катастрофы непосредственно в самой Украине. На участь Украины влияет Нордстрим, Украина влияет на участь Нордстрима. Без сохранения для Киева приемлемых объемов транзита даже главный защитник Газпрома Берлин не повернет вентиль в Любмини. Там, где как раз работает кран, видите, заканчивается приемная станция Северного потока-2 и начинается местная сеть. Она и будет транспортировать газ по Европе. Об этом не скажут официальные лица, но вот он, лишний козырь Киева. Эту местную сеть Ойгал пока лишь тянут к Балтийскому побережью. Обе ветки Ойгал в планах немцев достроить в любом случае после 2019-го. А пока что в этих полях могут и подождать, чем закончатся переговоры России и Украины. Константин Гальдинсвайк, Илья Левентов, Яна Карпова, RTVI, Германия, Украина.